Ты начала свое творчество, ты писала о проблемах женщин, образовании в Азербайджане, за его пределами. Так в чем заключается проблема женщин в Азербайджане? Ой, ну это такой очень длинный вопрос. Про эту книгу можно написать. Но в целом проблема это не только в Азербайджане. География здесь ни при чем. Но так как я живу в Азербайджане, я пишу о том, что я вижу. Проблема в целом в современном обществе, даже в современной западной цивилизации, к которой мы в принципе частично относимся, но в Баку точно, проблема в том, что в целом женское начало очень сильно подавляется. Все, что относится к женскому началу, не только у женщин, но и у мужчин тоже. То есть сейчас я уже могу так сказать. Тогда я не понимала, я просто рассказывала о том, что я вижу так, как я вижу. Сейчас я могу сказать, что, во-первых, есть запрет на уязвимость. Запрет на то, чтобы человек имел право признать, что он слабый. Слабый в любом смысле. Слабый в этот момент физически или эмоционально, что человеку плохо. И женщины, так как они в целом более уязвимы, их проблема в том, что им все время нужно доказывать, что они сильные, чтобы их уважали. То есть им нужно идти по мужскому пути, делать карьеру, например, и так далее, чтобы добиться какого-то уважения. Но также это относится к женское начало, также природное начало. Например, менструация. Большое есть табу, но и в Азербайджане, естественно, на то, чтобы говорить о менструации. В школах есть буллинг, поэтому с этим связаны и так далее. То есть в целом все, что имеет отношение к чувствам, к эмоциям, к природе, даже роды. Даже роды – это достаточно табуированная тема. Беременность и так далее. Секс, о котором я тоже много говорила. Контрацепция. То есть из этого вытекает, что так есть табу на то, чтобы говорить о сексе. Есть у нас именно в Азербайджане. Есть проблемы с сексуальным воспитанием, с сексуальным образованием, с тем, что люди не понимают. Женщины городские, которые предполагают, что у них не будет таких проблем. Они не знают, что такое контрацепция. Даже если знают, они его как-то не очень хорошо понимают. И это, опять-таки, я хочу сказать, даже не с Азербайджаном связано. Даже я читаю, изучаю это в разных женских форумах русскоязычных. Я думаю, в англоязычных с этим полегче, получше. Но в русскоязычных форумах до сих пор многие женщины не понимают. То есть не то, что не понимают. Они не знают о контрацепции того, что, в принципе, достаточно доступно, достаточно очевидно. И, в общем, из этого очень много проблем возникает, естественно. Нежелательные беременности, неготовность к материнству. Ну и многое другое. То есть проблема в целом в подавлении... Отвечаю кратко на твой вопрос. Проблема и в Азербайджане, и во многих таких странах, как Азербайджан, это подавление женского начала. Ты упомянула, что в американских форумах, в англоязычных форумах, где обсуждаются эти темы. Немножко все полегче. С чем я согласен. Но я сказал бы, что, наверное, разговор о сексе – табу во всем мире до сих пор. Все равно это является большой проблемой, и диалога очень мало все равно. Все равно люди, когда же какие-то открытые отношения, люди, там партнеры, часто не говорят друг от друга о своих каких-то желаниях, или о каких-то проблемах, или там зависимости от... Они стесняются, если у них есть зависимость от порнофильмов. Во всем мире это происходит вокруг меня, я это вижу каждый день, и разговора на эту тему очень мало, и все равно вот эта shaming culture присутствует все равно везде, повсюду, постоянно. Что делает восточные культуры, давай так скажем, может, не Азербайджан, но вот что делается в восточных вот этих культурах, что складывает жизнь женщинам намного сложнее? Ну, я думаю, что это вопрос времени. Не то, чтобы это изменится со временем, просто западная культура, она на какое-то количество лет впереди. То, что мы видим в Азербайджане, это то, что было, допустим, лет на 2-3 поколения до в Италии. То есть это все есть, никаких там отличий нет, просто это постепенный прогресс, постепенные шаги к прогрессу, hopefully к прогрессу. Но это называется просто одним простым словом патриархат. Патриархат, чему я очень рада и благодарна, что слово патриархат я узнала от своего папы. Никогда это не замалчивалось, всегда говорили об этом открыто. Мой всегда отец говорил, что это называется патриархат. Но не то, чтобы патриархатом должен этому следовать, но то, что вот это вот так называется. И, ну, опять-таки, жизнь женщин делает тяжелым, сложным патриархатом. И жизнь мужчин, кстати, тоже. То есть то, что мы называем феминистки «toxic masculinity», то, что ты мужчина, ты должен быть сильным, ты не должен никогда плакать, не должен никогда ломаться. Это был такой мем несколько лет назад, что стул не может сказать, что он… Нет, как там было? Ну да, стул не может сказать, что он устал, он просто один день ломается. Вот с мужчинами, к сожалению, и с женщинами тоже. Но я имею в виду, что из-за того, что на мужчин столько накладывается ответственности, и это все приводит к токсичности, к тому, что они вот как стулья просто ломаются. То есть это все патриархат, это все воспевание какой-то силы, мужественности. Сила – это хорошо, но должен быть баланс. Так что в целом это все патриархат. А по поводу того, чтобы ты сказал, что… Я извиняюсь, я сейчас вас стоит просто в отеле «Фабрика», и тут очень шумно, но в 11 вечера, слава богу, в Грузии restrictions, и все закрывается. Ничего страшного. И насчет сексуальности, да. И несмотря на то, что мы обрадовались, что появились соцсети, интернет, и все стало вроде бы более открыто, но это не так, потому что в целом в соцсетях все больше сейчас, например, в Фейсбуке банят, не то, что банят, но могут скрыть твой пост, если там есть слово «секс». И много таких вещей, которые не очевидны, но как-то нас все больше табуируют эту тему, все больше появляется какое-то куританство, что, конечно, ни к чему хватает. То есть, с одной стороны, есть ЛГБТ, есть диалог, есть прогресс, но при этом так всегда бывает. Когда пребывается свет, там уже появляется больше тьмы. Вот так что, да. И еще кое-что скажу про то, что люди не могут в открытую говорить. То есть, очень долго я эту тему изучала, в целом про общество писала, ну, так сказать, не то, что вслепую, но больше реактивно на свое, не то, что на своем обществе, на том, что я видела, слышала, наблюдала. Потом в мою жизнь пришла психология, от которой я очень долго открещивалась, я не знала, насколько это для меня. Но так получилось, что у меня было много проблем, и я поняла, что мне надо со своей головой разбираться. Это было как раз после того, как я пожила в Америке, вернулась. И, конечно, моя жизнь очень сильно изменилась после этого. И, в общем, когда в мою жизнь пришла психология, и до сих пор она в ней присутствует, я узнала такую вещь, как нарциссическое расстройство. Мы привыкли думать, что нарциссическое, все, что связано с нарциссизмом, это что-то такое, как человек себя воспевает и так далее. Но на самом деле наше общество само по себе нарциссично, и про это есть статьи исследований и так далее. Я не буду на этом сильно останавливаться, но соцсети также способствуют развитию нарциссизма, то есть создание какого-то образа о себе, который не является такой. Однозначно, Инстаграм – идеальный пример тому, да. Да, и даже наши близкие люди часто не знают, какие мы на самом деле, потому что мы создаём, мы все вокруг себя такой пузырь, и мир, взаимодействуем с миром через этот пузырь. А мы настоящие, мы себя настоящими чувствуем недостойными. Почему-то считаем, что этот человек из пузыря, ну, этот образ пузыря, он лучше, чем то, какие мы настоящие. И поэтому, да, люди очень сильно боятся говорить в открытую о своих чувствах, вообще в целом говорить. Да, это всё есть. Но боятся также, потому что другая сторона часто обесценивает. Мы также не умеем безоценочно общаться друг с другом. Когда мы какую-то информацию сообщаем, мы сразу, когда нам сообщают информацию, мы начинаем мыслить категориями «плохо-хорошо». То есть мы как-то реагируем на это, что это плохо или это хорошо. А просто безоценностью с человеком общаться – это тоже, мне кажется, искусство общения, и к этому нужно идти. Поэтому я согласна абсолютно с тем, что сказал, что люди в целом, да, боятся говорить открыто о своих проблемах, о сексуальной жизни особенно.